Мы хотели бы считать себя все-таки профессиональными артистами, поэтому даже учитывая то, что мы были предупреждены о том, что на первом конкурсе не будут выставляться оценки, мы отнеслись к этому проекту очень серьезно. Мы очень много репетировали и собираемся репетировать все эти три месяца, поэтому вся наша жизнь, вся наша деятельность, все наши мысли сейчас посвящены песням, репетициям, тренировкам. А можно микрофон погромче, больше? Словно не было весны, словно не было любви. Еще погромче, вот желтый микрофон. Для ретро-концерта мы решили с ребятами выбрать песню из репертуара группы «Веселых ребят». Она красивая, она мелодичная, она добрая, таких песен сейчас уже не пишется, к сожалению, но, слава богу, их еще можно петь. Надеемся на полный успех, мне кажется, это отличный выбор. Вот уже и не слышны в тишине шаги твои. Словно не было весны, словно не было любви. Взгляд при встрече отведу, и пускай щемит в груди. Я к тебе не подойду, я к тебе не подойду, и ты ко мне не подходи. Я к тебе не подойду, я к тебе не подойду, и ты ко мне не подходи. Может, память обманул, если в книжке записной. Взгляд при встрече отведу, и пускай щемит в груди. Я к тебе не подойду, я к тебе не подойду, и ты ко мне не подходи. Я к тебе не подойду, я к тебе не подойду, и ты ко мне не подходи. С мокрых крыш течет вода, тонут в ней следы твои. Жаль, что гордость иногда может быть сильней любви. Взгляд при встрече отведу, выпускающими в груди. Я к тебе не подойду, я к тебе не подойду, и ты ко мне не подходи. Я к тебе не подойду, и ты ко мне не подходи. Я к тебе не подходи. Я к тебе не подходи. Я к тебе не подходи, и ты поставил десятку. До этого не было никогда. Спасибо огромное. Ура! Стас, вы становитесь похожим на Филиппа Киркорова. Это пугающая тенденция. Дело в том, что действительно точный абсолютно стиль, этот вот поп-рок так называемый. И в этом стиле действительно очень грамотная и правильная аранжировка. А исполнили они просто лучше, чем оригинал. Виктор Яковлевич, имеете ли вы что-нибудь, не то чтобы возразить, чему тут возражать, но вы можете сами оценить ваших воспитанников. Десятка от Стаса Намина, это... Это не десятка от Дробыша, Стаса Намина. А еще я хочу сказать такую вещь, что для меня самый страшный человек в жюри, которого я боялся больше всего, а при этом он, наверное, еще и самый честный и порядочный человек, это Владимир Коробко. И его десятка, как педагога, для меня тоже очень ценна. На самом деле здесь есть много о грехах, и они знают об этом. Ну, просто я оцениваю тот уровень, который сегодня звучал. А грехи были, и Витя знает это. Мне это похвалил, я бы это назвала. Ну, вообще, как бы... Ну, что говорить? Стас правильно сказал? Ну, в общем, нет. Все. Спасибо большое. На том уровне, на котором... Спасибо. А я хочу обратить ваше внимание, друзья, теперь на нашу итоговую таблицу. Если мне не изменяет память, 67 — это что-то очень знакомое. У нас есть три очевидных лидера, которые набирают одинаковое количество баллов. Ну, а о том, как будут развиваться события, мы непременно увидим сразу после. Рекламу на первом!